Всем здарова дорогие друзья, с вами Даваска. Все говорят, эксклюзив это не для Free Fire. Поэтому я решил сесть, подумать и разобраться. Какие у нас скины во Free Fire остались эксклюзивными? Да, я понимаю, что эта рубрика выходит примерно на раз в месяц. И иногда я повторяюсь, но не сегодня. Сегодня я покажу вот прямо жесткие эксклюзивы, которые были в игре только один раз. А если тебе интересны такие форматы видосов, но короткие, а не 10-минутные, то добро пожаловать в мой тикток. Я там рассказываю много чего интересного. В общем, приятного вам просмотра, если кушаешь, то пряного аппетита. Погнали! Во Free Fire выходят очень часто промокоды. Они появляются на стримах или где-то еще. Но ты тупо не успеваешь их выводить. А знаешь, почему? Потому что ты до сих пор не подписан на группу доктора, в которой он будет выкладывать абсолютно все промокоды, которые будут выходить в игре Free Fire. Все, что нужно, это подписаться на группу. И как только где-то появится промокод, ты его получишь в свои личные сообщения. Вместе с сайтом, куда его выводить. Обязательно подписывайся, ссылка в описании. Итак, я хочу начать именно с двойных джекпотов. То есть, это такие джекпоты, где главный приз – это набор и на мужика, и на девушку. Оно тебе выпадает или на мужика, или на девушку. А в двойных джекпотов в игре было довольно-таки много, но мало кто знает, что три из них были зашкварены. Это новогодние, где мишка и печенька. Это наборы Шторм или Диогонь, по-моему, они вот так назывались. И вот этот двойной джекпот, который я не помню, как он называется. А другие джекпоты были в игре только один на раз. И, конечно же, мой любимый двойной джекпот – это самый-самый первый. Это джекпот Кослявые Одноездники, которые были в игре почти два года назад. В октябре будет год. А дальше мы переходим вот к таким динозаврикам. По сути, это рискинные динозавриков, которые были в инкубаторе. Но вот эти вот три динозаврика, они были в игре только один на раз. И пока их больше не повторяли. И да, вот этот Дина не с инкубатора. Он у меня есть навсегда. А как я его получил, пишите в мои догадки в комментариях. Обязательно. И джинсовый Дина, который был относительно недавно. Я на него потратил более пяти тысяч алмазов. Мне падали только стенки. И все. Дина мне не выпал. Идем далее. Скин на мужика и на девушку. Это, наверное, самый-самый теряткий реторс, который был в игре только один раз. Это, как вы поняли, водолазка. Я бы вынес футбольные футболки, но... Оно их зашкварили. И вот эта водолазочка. Вот эти, кстати, футболки, нет, их тоже повторяли. Футболки Орео, они, кстати, футболочки Орео, они, кстати, тоже эксклюзивные. Они были в игре только один на раз. И что-то я тут еще листал, по-моему, тоже было эксклюзивным. Футболки Олока, я бы хотел, чтобы вот эта футболка и вот эта стали скрывать броник. Они были бы очень топовыми. И где-то тут еще... А, награды за рейтинг. Это все вот эти рейтинговые курточки со золотой за мастера. Это все тоже эксклюзив. Это было в игре только один раз. И, наконец-то, они стали скрывать броник. Обязательно пиши в комментариях, если хочешь, чтобы я собрал сеты с этими рейтинговыми курточками. Потому что в них сейчас играет очень много кто. Так, далее, конечно же, это штаны ангела на мужика, штаны ангела на девушку. Штанам ангела более двух лет, представьте себе, этим штанам более двух лет и за два года, пока эта игра из No Name выросла в игру мирового масштаба, эти штаны именно на русском регионе не повторялись. Они были в игре только один раз официально. И все. Понимаете? Это очень офигенно. Штанам ангела на девушку чуть меньше, им где-то год и восемь месяцев примерно. Они тоже не повторялись. Были только за вход в игру и все. Далее, это награды за промокоды. Я покажу только то, что у меня есть. Это вот эти шорты и кроссовочки тоже за промокодик. Это самые-самые топовые награды за промокод. А также есть парашют за самый первый промокод. И именно эти промокоды еще не зашкварили. Я не знаю, сколько им лет. Возможно, тоже примерно около двух. Но они топовые. Они великолепные. Далее у нас идут оружейные скины. Именно скины без статистик. Это вот такая эмочка, где она невидимка. Потом юсп. Потом авапа фиолетовая. Где вот эта фиолетовая авапа. Дробовичок у нас идет цунами. Он у нас... Я в упор его не вижу. Где он? Так, стопэ. А, вот он. Вот он. Дробовичок цунами. Потом калаша без статистика нету. Юмпик, он был камуфляжный. Но у меня его тоже нету. Потом вот такой глок фиолетовый. Далее скара без статистик. Официально на русском регионе нету. А, или он был за создание нового аккаунта. Который сейчас вы можете получить, если создадите новый аккаунт. Он типа вот такого. Тоже белый со фиолетовым. А потом вот такая всс. Очка. Гроза. Вот эта топовая. Она так же как и авапа. Кстати, я извиняюсь пропустил. Вот эта гроза и авапа. Вот эта. Или не эта. Или вот эта. Во-во-во-во. Вот эта. Они были в игре только один раз. И все. Больше они не повторялись. Также вот этот юмпик. Тоже я его пропустил. Шоу у нас еще из эксклюзивчика есть. Возможно, вот эти две сковородки больше не зашкворят. Вот этот. Фаранг он давался за платину. Тоже эксклюзив. Пулемет. Пулеметов эксклюзивных нету. Вот такой великолепный обрезок. Это просто мой самый-самый-самый любимый оружейный скин. Он просто топовый. Далее вот такой. Коряк скин. На арбалет это все тоже эксклюзив. Гранник вот такой. Бита топовая с пропуска. Она тоже эксклюзив. Далее спас. Ведь тут был какой-то спас, который в игре был только один раз. А вот этот пулемет и спас он... Ого! Вот этот. Он был тоже в игре только один раз. Вместе вот с этим пулеметом. Далее все это повторялось. Катаны я думаю, что вернут в отдельный лутбокс. Но все катаны, они были в игре только один раз. Далее... Граната за предзаказ. Граната с пропуска. Вряд ли их куда-то вернут. Далее стеночки. Стеночки. Их очень много. Но вот это моя любимая за предзаказ. Далее у нас... А что идет? Далее я хочу вам показать эксклюзивный кинобор хана мужика. Который у нас был вместе с коллабом из игры. Это как вы уже поняли набор Рагнарек. А где он у нас я не вижу. Тут же должна быть надпись. Во! Вот этот великолепный кинобор. Я очень надеюсь, что этот скин будет эксклюзивом. Потому что все-таки это был клапс с игрой. И питомец Поринг. Он тоже должен быть эксклюзив. Потому что все питомцы, которые выходили после него. Они появлялись в лутбоксах. Вот тут вот с питомцами. А где у нас тут? Во! А лутбоксы с питомцами. А Поринга нету. Так, шоу у нас еще есть? А, и последний скин. Это был дополнительный приз в пропуске в Королевском. Возможно, вы уже догадались, что это. Это бандана Королевская. Она была в игре только один раз. В принципе, все, дорогие друзья. Это был топ самых эксклюзивных скинов во Free Fire. По моему мнению. Исходя из того, что в игру играют более 500 миллионов человек. По всему миру. Это были самые редкие скины. Опять же, по моему мнению. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо, кто досмотрел до конца. Всем счастливо. Всем пока. И да пребудет с вами скилл. Субтитры сделал DimaTorzok